Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас в нашей студии Академии Занимательных Наук «Словесность». Дорогие, здравствуйте, ребята! Словесность в Академии Занимательных Наук нашей студии вас приветствую! Ой, Авиус, это на каком же языке ты сейчас говорил? У тебя что, опять сбой в программе? Никакого сбоя. Я употребил те же самые слова, что и вы. Слова, может, и те же, но вот порядок у них совершенно другой. А порядок слов может изменить смысл предложения. А в перестановке мест слагаемых сумма не меняется. В математике – да, но только не в литературе. Кстати, давайте поговорим сегодня об этом, о порядке слов. Будем жонглировать словами и читать стихи наоборот. Итак, друзья, начну с хорошей новости. В русском языке, как вы знаете, порядок слов довольно гибкий и может варьироваться. Можно сказать «Москва является столицей России» или «Столицей России является Москва». Да, Авиус, мы можем менять слова местами довольно просто, особенно в разговорной речи. Я прочитала на днях новую книгу. Прочитала я новую книгу на днях. На днях я прочитала книгу новую. И так далее. А есть языки, которым повезло меньше. У них фиксированный, жёсткий порядок слов. Ну, например, в английском языке на первом месте всегда стоит подлежащее. За ним сказуемое и потом дополнение. He is intelligent. Он умён. Сначала he, потом is, и затем intelligent. А что будет, если слова переставить местами? Неужели фразу не поймут? Если здесь переставить местами слова, то может получиться вопрос. Is he intelligent? Умён ли он? Конечно, и в русском языке чаще всего мы начинаем с подлежащего. А на втором месте – сказуемое. Например, я люблю лето. Обрывают языки, в которых после подлежащего следует несказуемое, а дополнение. Да, например, японцы всегда скажут «Я лето люблю». Мацука коробку открывает. Ханака плавать не умеет. Но вернёмся к нашему русскому языку. Мы можем менять привычный порядок слов. Это не будет звучать как ошибка. Но порядок слов может изменить смысл предложения. Инверсия. Перестановка. Употребление слов в необычном порядке. Итак, возьмём простое предложение. «Я написала рассказ». И переставим слова местами. Изменится ли от этого смысл? «Рассказ написала я». Чувствуете, как сместились акценты? Если в первом предложении был важен сам факт написания, то во втором – тот, кто это сделал. Именно я написала, а не Витя или Лёша. Давайте посмотрим ещё одно предложение. Серёжа посмотрел на меня. То есть «посмотрел на меня, а не на кого-то другого». А если поменять местами слова? Например, «на меня посмотрел Серёжа». «На меня посмотрел именно Серёжа, а не кто-то другой». Или же «Серёжа на меня посмотрел». Серёжа на меня посмотрел, а не прикрикнул, не рассердился. Теперь вы видите, как меняется смысл предложения от простой перестановки слов. А уж поэзию без инверсии просто представить нельзя. Вы только подумайте, как звучали бы привычные нам стихотворения, если бы поэты следовали правильному порядку слов и избегали инверсии. Например. Ну а теперь прочитаем те же слова, но в правильном порядке. Вернее, в том порядке, в котором записал их Пушкин. «Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет день, как будто поневоле, И скроется за край окружных гор». Ещё пример. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный утомительно гремит. А если поставить слова правильно, Четверостишье звучало бы так. По зимней скучной дороге борзая тройка бежит, Однозвучный колокольчик гремит утомительно. Спасибо, Авиус. Однако надо помнить, Что неоправданная инверсия приводит к стилистическим ошибкам, Искажению смысла фразы или к двусмысленности. Так что инверсией нужно пользоваться умело. Все мы не раз употребляли слово «ерунда». Но знаете ли вы его историю? В русском языке это слово появилось в 19 веке В среде учеников-семинаристов. Слово произошло от латинского «герундий». Герундий был самой трудно усваиваемой грамматической формой. И семинаристы стали употреблять слово «герунда» В значении «чушь», что-то необязательное и ненужное. Однако некоторые филологи отстаивают другую версию И уверены, что слово «ерунда» появилось у нас при Петре I. Когда в Россию прибыли первые судостроители, То объяснялись они преимущественно по-немецки. Они показывали устройство мачт, их установку, И при этом приговаривали «херунда», Что по-немецки значит «туда-сюда». В русском произношении это превратилось в «ерунду», Что означает нечто малопонятное. Ну а пока мы с вами говорили о «ерунде», К нам пришло письмо по существу. Итак, Анна Ковалевич из города Самары пишет Здравствуйте, Василиса Николаевна. Я посмотрела вашу передачу про юмор и комическое. А расскажите, пожалуйста, какие бывают комедии И чем они отличаются. Ну что же, Аня, я не прочь поговорить о веселом. Тем более о комедии. Действительно, в отличие от трагедии, У комедии очень много поджанров и видов. Но начнем с определения самой комедии. Комедии, с одной стороны, называют художественное произведение, кинофильм. А с другой – вид драмы, противостоящей трагедии. К видам комедии относят такие жанры, как Фарс, выдавиль, интермедиа, скетч, пародия. Давайте разберемся с ними. Фарс – это легкая комедия, основанная на утрировании, поясничении, клоунаде. А вот выдавиль – это комедия с танцами, песенками и куплетами. Интермедия – небольшая смешная сцена или пьеса, разыгрываемая между действиями основной пьесы, драмы или оперы. Наверняка, ребята, каждый из вас знает, что такое передразнивать. Ну, например, смешную походку или плохую дикцию. Писатели тоже любят передразнивать. Произведение, которое передразнивает другое, подражает ему, называется пародией. И чем известнее произведение, тем больше на него пародий. Одна детская писательница написала целый ряд пародий на известную песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик». Давайте я зачитаю вам эти пародии, а вы попробуйте догадаться, какого поэта передразнивает автор. Итак, «Рязанские лощины, коломенская грусть, Одна теперь в долине, живу я и томлюсь, Козел мой злоторогий гулять умчался в лес, И свечкой четверговой горел окрай небес». Думаю, это Есенин. Совершенно верно. Слушаем следующую пародию. «В ветхой старухиной хаты возле разрушенный был хлев. Маленький, миленький, серенький козлик валялся там на земле. Вздумалась козлику в лес погулять, Какое же дело мне? Но я, старуха, аккумулятор загубленных козьих дней». Я узнал в этом ритме Владимира Маяковского. Молодец, Авиус! И, наконец, классика. «Одна в глуши лесов сосновых Старушка дряхлая жила, И другом дней своих суровых Имела серого козла. Козел томим духовной жаждой, В дремучий лес ушел однажды, И растерзал его там волк. Козлиный глаз навек умолк, Остались бабушки лишь ножки, Утехуя минувших дней. И память о козле больней Лишь поглядит на козьи рожки. Одна, одна в лесной глуши, Тоскует о козле в тиши». Конечно же, это Александр Сергеевич Пушкин. Молодец, Авиус! Ну и какой же жанр у нас еще остался? Угу, скетч! Скетч – короткая пьеса с двумя, Реже тремя персонажами. Известным создателем скетча был Антон Павлович Чехов. Скетч получил наибольшее распространение на эстраде и телевидении. Кроме того, ребята, комедии делятся по характеру комического. В комедии положений, например, источником смешного являются события и обстоятельства. Ревизор Гоголя – типичная комедия положений, когда мелкого чиновника принимают за ревизора. Правильно, Авиус! А вот в комедии характеров источником смешного являются характеры и нравы. Ну, например, тортюф Мольера, где главный герой почти до самого финала притворяется набожным и благородным человеком. А сейчас пришло время загадок. Судя по запаху, на этот раз в черном ящике спрятано что-то вкусненькое. Сейчас я посмотрю. Угу, это и правда можно есть. И, между прочим, чтобы отнять этот вкусный продукт, героине загаданного литературного произведения пришлось постараться. А как постараться? Героиня попросила обладательницу этого продукта спеть песню. Итак, внимание, вопрос. Что находится в черном ящике и как называется литературное произведение? Авиус, время пошло. Я думаю, эта сказка про красную шапочку. Пока она пела песню, волк украл у нее пирожки. Нет, Авиус, ты явно что-то путаешь. Или в тебя загружен какой-то ремейк этой сказки. На самом деле, думаю, что ребята уже давно догадались, что хитрая героиня это лиса из басни Крылова, Ворона и Лисица. А в черном ящике находится кусочек сыра. Ну а на сегодня все. Мы прощаемся с вами. Письма присылайте по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал Радость моя с пометкой Академия Занимательных Наук Словесность или оставляйте на сайте радостьмоя.ру До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok